Китай наращивает свои экономические мускулы и стремится построить независимую от США мировую экономическую систему, и в этом процессе Пекин входит в прогнозируемое противостояние с Вашингтоном. Так, Европарламент отказался ратифицировать инвестиционное соглашение с Китаем, якобы поскольку последний нарушает права человека. Однако не секрет, что Брюссель находится под жестким прессингом со стороны США, которые, по мнению аналитиков Global Research, пытаются сколотить коалицию против Китая. КНР осуществила собственную программу модернизации экономики и инициирует масштабные транспортные проекты вроде нового шелкового пути. В этом контексте в Пекине большое внимание уделяют сотрудничеству с Россией, внешнеторговый оборот с которой растет год от года. Объем же китайских инвестиций в США за прошедшие три года снизился на 90%. Соединенные Штаты еще больше тревожат то, что Китай в последние 10 лет уменьшил свою долю в американском государственном долге с 14 до 5%. Доля же валюты США в китайских золотовалютных резервах упала за последние четыре года с 79 до 59%. Причем, похоже, Вашингтон не в силах остановить этот наметившийся тренд мирными способами и пытается в своей манере идти на обострение ситуации в военной сфере. Так, глава эндо-тихоокеанского командования США адмирал Фил Дэвидсон высказал идею о строительстве вокруг Китая комплекса ракетных баз и спутниковых систем, потребовав от Конгресса на эти цели 27 миллиардов долларов на ближайшие пять лет. Таким образом, поступательный отказ Пекина от американского газдолга может привести к масштабному военному конфликту. «Мы должны начать противостоять Китаю с позиции силы», подчеркнул госсекретарь США в кабинете Байдена Энтони Блинкен. В таком же духе высказался 19 февраля и генсек НАТО Йонс Столтенберг, призвавший Европу и США отстаивать принципы международного порядка, которому Китай и Россия якобы бросают вызов.